В эфире новости в студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте! Прямо сейчас о последних событиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Нижнегорском районе объявлена чрезвычайная ситуация и заграда. Предварительный ущерб крымских садоводов и виноградарей составил около 55 миллионов рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин. По информации министра, одной из причин стала невозможность воспользоваться услугами градобойной службы из-за пролетавших в это время нескольких пассажирских самолетов. Сельхоз товаропроизводителями Нижнегорского района ведется работа по подготовке пакетов документов, подтверждающих ущерб от градобитий. Понимаем, какие погодные условия. Понимаем, что у нас была засуха. Еще был град, вот уже в Кольском районе. Буквально на днях, и Михаил Михайлович, там просьба тоже оценить последствия, оценить, какой объем материального ущерба. У нас с вами год не простой, коллеги, все знаем, засуха была, то есть потеряли часть урожая. Мы договорились, значит, я подготовил обращение на имя Дмитрия Распрощения Медведева. До 400 миллионов просим выделить на компенсацию прямых затрат, прямых потерь крымским сельхозпроизводителям. Напомню, Сильный град был в Нижнегорском на выходных. Стихия повредила сельхоз Угодия, при этом пострадал и Джанкойский район. Два дошкольных учреждения в поселке Исмаилбей должны быть сданы в эксплуатацию 1 сентября этого года. Такое распоряжение дал глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по вопросам реализации федеральной целевой программы. На нескольких строящихся объектах, которые возводятся по программе ФЦП, есть отставания. По мнению главы, на каждом объекте ФЦП должен находиться сотрудник контролирующей структуры, который будет сообщать соответствующим органам информацию о ходе строительства. Кроме этого, Сергей Аксенов отметил, недобросовестных подрядчиков за срыв сроков сдачи объектов в эксплуатацию необходимо штрафовать. В этом году турпоток на полуостров увеличился на четверть. Об этом сообщил министр курортов и туризма Вадим Волченко. По его словам, Крым с начала года посетили почти 2 миллиона туристов. Это на 24% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными среди отдыхающих являются, конечно же, ЕБК и Западное побережье. Напомню, курортный сезон начался 1 июня. Крым его встретил фестивалями в крупных туристических городах. С увеличением потока туристов в аэропорту Симферополя открылся специальный инфоцентр. В первый же день работы он обслужил 700 человек. Гостей республики волнуют вопросы, касающиеся транспортной доступности, курортных городов и поселков, качества связи в Крыму и банковского обслуживания, а также экскурсионные и туристические возможности региона. Центр работает ежедневно с 8 до 23.00. Сотрудники готовы оказать всестороннюю помощь гостям Крыма, проконсультировав по вопросам отдыха перемещение стоимости услуг. В России фиксируют небывалый рост производства устриц. Почти стократное увеличение улова, сообщают на некоторых отделенных хозяйствах. Больше всего она растила производство Крым. Морепродукты с Крымского побережья доставляют в различные города нашей страны. В лучших ресторанах уже давно знают, в чем особенность крымской устрицы. Тонкости производства этого черноморского деликатеса узнавала и наш корреспондент Айша Шулакова. Без аквалангов на устричной ферме никак не обойтись. Водолазам приходится по несколько раз в день погружаться в озеро. Под водой настоящее царство жемчужниц. В толще воды установлены садки со спатом. Если проще, то это личинки моллюсков. Именно здесь растет деликатес, а крепятся корзины на металлических линиях. Что, Андрей Николаевич, давайте поднимать свежий урожай. Свежий урожай, да. Устрицы растут в естественных условиях. Никаких искусственных кормов и химии. Акватория озера Дон Узлав – идеальная среда для моллюсков. Именно поэтому у крымской устрицы такой необычный вкус. Более плотная консистенция и слабый солоноватый вкус. В отличие от средиземноморской, имеет нежное, послевкусие и волнующий морской аромат. В лучших ресторанах страны уже давно знают, в чем особенность крымской устрицы. Особенность озера Дон Узлав – это его менее соленость воды и хорошая кормовая база. Зоофитопланктон, достаточно хорошая концентрация. И от этого устрица достаточно быстро растет и приобретает свой определенный вкус. Удивительно, но факт – устрицы растут полтора-два года. Одна из главных угроз крымской жемчужины – это рапаны. Раз в месяц отки с моллюсками чистят от наросших водорослей, паразитов и хищников. Как проверить, что она живая? Вот смотрите, я до нее дотрагиваюсь. Вы видите, она начинает сокращаться. Перед тем, как попасть на столы ресторанов, устрицы моют, сортируют по размерам. После калибровки каждому моллюску присваивают номер. Самая маленькая четверка – это 60-80 граммов. Такую любят французы. В России же все наоборот. Чем больше, тем лучше. У нас идет калибровка от 80 до 100 грамм. От 100 до 120, от 120 до 140. Соответственно, в каждый ящик под каждый калибр стоит. Крымская устрица ценилась и в прошлые века. Именно этот деликатес подавали к императорскому столу. Даже экспортировали за границу. Так было до революции. Сегодня фермеры возрождают былые традиции. За счет санкций за 4 года объемы производства устриц выросли почти в 300 раз. В лучших ресторанах России устрицы – коронное блюдо. Это настоящее гастрономическое море удовольствия для гурманов. Крымская устрица, выращенная на Донузлавском озере, самолетами отправляется в различные уголки Российской Федерации. Айше Шулакова, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. На стройке Крымского моста началась третья вахта студенческих отрядов. Такая практика проходит для учащихся профильных вузов страны. 40 студентов распределены по участкам, на которых строится железная дорога. За два летних месяца практиканты познакомятся с основными технологиями в мостостроении и примут участие в 20 направлениях строительно-монтажных и вспомогательных работ. В программе шестидневная трудовая неделя, семинары профмастерства, спортивные мероприятия и экскурсии по Таманскому и Крымскому полуостровам. Лучшие бойцы стройотрядов получат рекомендации для будущих работодателей. На этой стройке очень много разных работ. И какие-то работы мы сами пробуем своими руками, а какие-то мы только сможем наблюдать. Но все равно это опыт знания, который нам пригодится в любом случае. Нам подскажут, как это делается, что это делается. Пообщаемся со сварщиками, пообщаемся с монтажниками. Экстремизм и борьба с ним. Духовное управление «Мусульман Крыма» совместно с Ассоциацией исламских психологов провели курсы повышения квалификации имамов и преподавателей медресе. Обсудили деструктивные секты в исламе, их признаки и методы противодействия. «У нашего народа есть болезнь. Это секты. Наша задача – с ними бороться. Мы ищем все способы, чтобы уберечь наш народ и поставить на правильный путь. Ситуация сложная. Это не решается с помощью оружия, тюрьмы или танков. Единственный способ – это знания и здравый рассудок. Мы вместе должны бороться против сект, и только тогда мы сможем победить эту болезнь». На конференции были рассмотрены отдельные аспекты проявлений религиозно мотивированного экстремизма, характерные признаки проявления фанатизма и способов вербовки в религиозной организации. Говорили также о психологическом консультировании мусульман в мечетях. Собравшиеся отметили, для борьбы с представителями сект нужно вести психологическую работу. Изучать и выводить людей из состояния повышенной агрессии. «Это и организации, которые размывают национальную идентичность крымско-татарского народа. Здесь очень важно, чтобы сохранять и свои духовные скрепы. А если вместо духовных скреп идёт вот такое, что, значит, там некая проповедь интернационализма, в кавычках, да, там отказа вообще от национальности, от родственников, в пользу каких-то религиозных сомнительных деятелей, псевдо-шейхов, то, конечно, это фактически народ ассимилируется, размывается». Борьба с природными пожарами. В Крыму завершился второй этап комплексной тренировки Федеральной противопожарной службы. Ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации, связанной с засухой. По легенде, из-за засухи зафиксирован критический низкий уровень воды, а в здании туркомплекса возник пожар. Спасателям нужно было в кратчайшие сроки эвакуировать отдыхающих и потушить возгорание. Кроме того, участники тренировки отработали организацию оповещений и информирование населения о чрезвычайной ситуации. «Цель этих учений была отработать схему оповещения, схему взаимодействия, всех ведомств, которые при данной ситуации должны реагировать. Также отработать порядок управления силами и средствами в данной ситуации». Три человека погибли, четверо получили травмы. Сегодня ночью на трассе Симферополь-Николаевка в районе поселка Кольчугин легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водители два пассажира легковой машины погибли на месте. Четверых госпитализировали. Напомним, несколько дней назад на этой же трассе в результате аварии погибли пять человек. Будь внимателен, возьми ребенка за руку, берегись автомобиля. Такие надписи появились возле пешеходных переходов. В день образования госавтоинспекции общественные деятели, байкеры, волонтеры Крыма совместно с ГАИ провели акцию, направленную на безопасность пешеходов. Акция направлена на привлечение внимания пешеходов к надписям через трафареты возле пешеходных переходов. Цель привлечь внимание еще раз напомнить пешеходам о том, что они должны предпринимать меры к собственной безопасности и соблюдать строго правила дорожного движения. Акция началась возле одного из торговых центров Симферополя. С помощью трафаретов на пешеходы наносили надписи безопасности. Организаторы планируют провести такие же мероприятия вблизи учебных заведений в местах большого скопления людей. Акцию поддержали молодые мамы и байкеры. Это действительно очень важно. У меня, например, трое детей. Однажды мой ребенок уже попадал под машину, причем он переходил по пешеходному переходу, но из-за неправильно припаркованного автомобиля, соответственно, как бы произошло ДТП. К счастью, в тот раз все обошлось, но действительно мы приучаем, чтобы они очень внимательно следили и использовали светоотражающие элементы. То есть мы их используем и на рюкзаках, и на одежде, и, конечно же, учим правила дорожного движения с самого раннего и юного возраста. Кранный цвет, кода нет, лёжный цвет, погоди, зелёный цвет, качи. Это раньше воспитывалось в Советском Союзе, с детства. На данный момент никто на это не смотрит. Это обязательно влаживать детей с детства, потому что даже сейчас взрослым не объяснишь. Как надо правильно переходить дорогу. Постоянно, по семеству происходят аварии, и по вине, можно сказать, пешеходов по большей части. Профессионально кататься на лыжах, прыгать с трамплина, преодолевать препятствия. Олимпийский вид спорта – фристайл. Ещё не так распространён на нашем полуострове, но современная молодёжь уже им интересуется. В Алло, что приехала сборная России по фристайлу, профессионалы встретились с воспитанниками спортивной школы, показали им мастер-класс и даже сыграли в пляжный волейбол. Султанеси, такая у вас с подробностями. Сегодня в программе тренировок, гимнастика, бег, силовые упражнения и сложные прыжки. Спортсмены впервые проводят занятия в солнечной Алуште в спортивном комплексе «Крымский». Повышают выносливость организма и укрепляют опорно-двигательный аппарат. Лыжная акробатика, спуск по кочкам, прыжок на трамплине, гонка с препятствиями – это всё фристайл. Горное шоу в виде лыжного балета – уникальный микс пяти дисциплин. Это вид спорта научит многому – отлично плавать, высоко прыгать, кататься на лыжах, красиво двигаться. Где-то мы работаем на лыжах, то есть это когда мы уезжаем на снег, на ледники. Перед Крымом ребята были на Эльбрусевский кросс, акробатика, допустим, акробатические дисциплины у нас тренируются на водном трамплине, где разрабатывают новые трюки, переносят их сначала на воду, потом уже переносятся на снег. То есть у нас в каждой дисциплине фристайл – это как пять разных видов спорта. Среди спортсменов сборной России бронзовый призер Олимпийских игр 2018 Сергей Риддик. Он увлекательно рассказал воспитанникам спортивной школы номер 9, как завоевал бронзу в большом финале по скикроссу. В гонке с препятствиями он налетает на упавшего лыжника, падает сам, но не сходит с дистанции, поднимается и финиширует третьим. Сейчас спортсмен восстанавливается, признается, фристайл для него – это больше, чем просто увлечение. Да это жизнь, что для меня, ну, такова она стала. Я думаю, не нравилось бы, не занимался бы. У меня подготовка идет перед чемпионатом мира, поэтому у меня сейчас, в ближайшее будущее, стоят такие цели – это медаль на чемпионате мира. Еще один вид тренировок на сегодня – это волейбол. Здесь спортсмены лучше вырабатывают прыжки на высоту. Под знойным солнцем и на раскаленном песке встречаются две команды. Вступают за борьбу сборная России по фристайлу против юных волейболисток. Захватывающая игра, отличный настрой, спортсмены показывают хороший уровень. В итоге побеждает дружба. Мы сейчас сыграли с вашими девочками, вы хотите сказать, что это очень сильная команда, они очень организованно, очень слаженно играют, и мы, честно сказать, стараемся. Крым – это уникальное место для активной подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Китае в 2022 году. На полуострове спортсмены пробудут до 11 июля. Султанисты Каева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Куреш – греко-римская вольная борьба. Более 200 спортсменов в почти все регионы Крыма. В городе Сайке состоялся второй фестиваль спортивной борьбы с САХ – Куреши. Результаты соревнований знает наш корреспондент Айши Шулакова. Вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру. Туше – именно так называют победное действие в греко-римской борьбе. Девятилетний Ирвин Велиев искусно применил приемы олимпийского вида борьбы, чтобы вывести визави из равновесия и уложить на лопатки. За четыре года занятий спортом он достиг немалых достижений. Вот и сегодня победа далась легко. Греко-римская борьба – это очень хороший вид спорта. Мне очень интересно. Это повышает силу, мощь, скорость, выносливость и самое главное – уважение. Принять участие в фестивале спортивной борьбы Сах-Куреши съехались из многих районов Крыма. На борцовском ковре спортсмены двух возрастных категорий. Участники соревнований отметили высокий уровень организации. А самое главное – профессиональную подготовку соперников. Мне сегодня было легко, соперник сегодня был слабый. И я всех призываю заниматься борьбой. На улице около 30 градусов тепла, а в зале еще жарче. Активная поддержка болельщиков придает еще больше сил юным спортсменам. В частности, дебютантам. Для них это первый серьезный шаг в мир спорта. На борцовском ковре одновременно соревнуются спортсмены в двух видах борьбы. Это вольная и греко-римская. Если в греко-римской борьбе задействована только верхняя часть туловища, то в вольной борьбе разрешено все. Единственное, что их объединяет – это запрещающие приемы, такие как удушье и болевые приемы. Фестиваль собрал более 200 участников. Состязания в трех видах спорта – греко-римская, вольная борьба и национальная борьба на поясах куреш. Как и в прошлом году, сах куреши посвятили Ораза Байраму. Его организаторы – администрация города Саки и Федерация спортивной борьбы Крыма. Такие турниры способствуют развитию личности, развитию спорта в целом регионе. И наш, безусловно, посыл в общество – это за здоровый, спортивный, трезвый образ жизни. И вот мы такими фестивалями, такими турнирами призываем именно молодежь заниматься спортом. В основном маленькие дети, молодые ребята, которые занимаются спортом. И мы уже будем уверены, что 100% эти дети не пойдут по плохой дороге, а вырастут настоящими мужчинами, которые будут любить свою родину, свою страну. Участников наградили почетными грамотами, медалями и кубками. А главное, что победы в таких соревнованиях юных спортсменов делают ближе к титулам чемпионов мира. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет», город Саки. В Крыму 8 июля ко Дню семьи запланированы масштабные мероприятия. В течение дня в столице полуострова и во всех муниципальных образованиях запланирована концертная программа. В Симферополе основные мероприятия пройдут в формате праздничных гуляний, детских и семейных конкурсов в детском и гагаринском парках. Больше информации уже завтра. Оставайтесь с нами и приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин